Всем привет! С вами команда робототехников «Карандаш и самооделки». Мы участвуем в проекте «Практическая робототехника» на платформе Ардуева. Итак, в прошлой серии мы говорили о том, как сделать вашего робота автономным. А в этой серии мы поговорим, как сделать вашего робота на пульте управления. Для этого надо превратить ваш мобильный телефон и планшет в пульт управления. Но как же это сделать? На него надо закачать специальную программу «Скрэйч Сенсор» и воспользоваться новой функцией «Скрэйча». Для начала мы должны узнать адрес нашего компьютера, чтобы подключить к нему устройство. Для этого мы нажмем пункт «Редактирование» и нажмем вот этот параграф. «Скрэйч Сенсор». Здесь нам выведен адрес нашего компьютера. Его мы будем вводить на устройстве. А теперь запускаем «Скрэйч Сенсор». Вот здесь мы вводим адрес нашего компьютера, который показал нам компьютер. И нажимаем кнопку «Соединиться». Для того, чтобы проверить, как подсоединился наше устройство к компьютеру, мы должны зайти в меню «Сенсоры». Здесь, внизу, у нас появились три новых меню. X, Y и Z. Это расположение нашего устройства в воздухе. Теперь мы можем его использовать. Также на экране мы можем видеть расположение. А теперь напишем небольшую программку для того, чтобы включать светодиоды в зависимости от положения сенсора планшета. Мы собрали вот такую вот небольшую схемку, в которой минусы всех светодиодов соединены. Светодиодов у нас четыре. Каждый светодиод находится в своем углу. И каждый подключен через сопротивление. Подключили мы их к 10, 11, 12 и 13 порту. Планшет передает свое расположение по Wi-Fi на компьютер. А компьютер зажигает тот светодиод, в которую в сторону наклоним угол. Допустим, я нагибаю этот угол. Загорается зеленый светодиод. Если я нагибаю этот угол, загорается светодиод в этом углу. Если я наклоняю планшет этим углом вниз, то зажигается вот этот светодиод. А если я наклоняю его вот этой стороной, то зажигается тот светодиод. Таким образом, мы можем показать, что планшет может служить в роли пульта управления для автономного робота. Итак, в заключительном эксперименте мы собираем робота. В этом роботе мы будем использовать все технологии, которые мы проходили на протяжении нашего курса. Мы будем использовать беспроводное подключение к Ардуине и будем управлять нашим роботом через Wi-Fi с планшета. В качестве шасси нашего робота мы возьмем вездеход-знаток. В нем есть встроенная батарейка на 9 вольт с батарейками и два мотора. Станавливаем макетную плату на ток и фиксируем ее на нашей основе. Для управления моторами нам понадобится драйвер двигателя. Теперь подключим питание. минус мы подключаем к минусу. а плюс вот сюда. А теперь давайте подключим мотор к драйверу двигателя. Между Ардуиной и драйвером двигателя надо поставить сопротивление, чтобы из порта Ардуина не пошел очень большой ток на драйвер двигателя. Теперь давайте подключим Ардуину к нашему роботу. Теперь давайте подключим Ардуину к нашему роботу. Для этого мы подсоединим землю к шеренге земле и подключим четыре управляющих пина Ардуина. Отключаем землю к шеренге. Отключаем землю к шеренге и управляющие пины. Данный драйвер двигатель немного необычный. Если вы хотите крутить мотор в одну сторону, то вот на этот контакт надо подавать 255, а вот на этот контакт 0. Если вы хотите крутить мотор в обратную скорость, то надо поменять эти значения местами. То же самое со вторым мотором. Если вы хотите регулировать скорость вашего мотора, то подключите эти контакты к портам, которые могут выдавать промежуточные значения. Для того, чтобы управлять нашим роботом, мы сделали пять процедур. Каждая процедура представляет из себя свою комбинацию, чтобы делать разные движения роботом. У нас есть пять различных комбинаций. Это вперед-назад, вправо-влево и мы останавливаемся. Кроме этого, у нас есть главная программа. Мы создали переменную скорость и в нее записали 80. Потом мы вызываем процедуру вперед, и вот эта процедура выполняется. После этого мы ждем одну секунду, чтобы наш робот этой процедурой ехал вперед. И потом останавливаем его вот этой процедурой. Давайте посмотрим, как же работает эта программа. Итак, наш робот, привязанный к компьютеру проводом, начинает свое первое движение. Ура, мы сдрынули его с места. А теперь давайте отвяжем нашего робота от компьютера и попробуем сделать то же самое с блютузом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы наш робот питался, мы поместим сюда блок питания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блютуз в поиске компьютера. Теперь мы отвязали нашего робота от компьютера, и он общается с ним через блютуз. Блютуз установил связь с компьютером. Давайте запустим программу и посмотрим, как же робот сделает свой второй шаг. Начнет работать с помощью блютуза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Робот работает по блютузу. А теперь давайте включим Wi-Fi и перезапишем программу так, чтобы наш робот ездил с помощью пульта. Итак, мы проследим, как работает цепочка команд. Вначале на планшете я нажимаю какую-либо кнопку. По Wi-Fi команда передается на компьютер. Компьютер распознает эту команду и принимает решение, что надо сделать нашему роботу. И уже в виде команды передает по блютузу эту команду на Ардуино. Ардуино передает команду на драйвер-двигатель, и наш робот движется. Все это происходит вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно поставить изменение скорости с нашего Wi-Fi пульта. Управляем скоростью движения робота. Сейчас скорость низкая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я переключаю ее на большую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Робот начал двигаться быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому завершился наш видеокурс «Практическая рептотехника для школьников на платформе Ардуино». Если вам понравились наши видео уроки, приглашаем вас смотреть их и дальше в цикле видео с троллами из микроконтроллеров на нашем сайте. На самом деле я внимательно сойдет за всеми видео уроками и скоро буду разбираться в роду и не хуже моего брата. Всем пока!